итак ребята всем привет сегодня у меня будет видео не стандартное необычное но оно нужно хочу вам сказать что недавно я выпускал видеоролик насчет одного клада как камрад поднял золотые рубли в количестве 72 штук клад был поднят именно на распашке между прочим за спиной у меня как раз этот видеосюжет если кому-то любопытно можете зайти и посмотреть сначала и до конца я решил это видео сюжет запилить лишь потому то что очень много отвратительных комментарий пишут под видео если вы видите что дизлайков стоит очень много около сотни это означает что 100 человек не верят в правдоподобности этого клада все пишут что это монеты фальшивые с алиэкспресс китайские в общем фейковое видео оказывается вот и мне неприятно видеть в своих друзьях именно тех людей которые не понимают более пишут такую вещь если вы не знаете не пишите я считаю что это вообще не знаю как откомментировать но факт том что среди вас очень много балбесов да да именно так я выражаюсь балбесы диванные кладоискатели или диванные нумизматы которые не раз не копали серебряные клады которые не раз не держали в руках серебряные монеты и возможно это просто какая-то зависть что якобы 72 монеты рублевого были подняты камрадам и они просто напросто завидуют и еще неприятная вещь то что с этими камрадами я подружился очень хорошо они у нас сладкие вот и многие наверное нужно к ним неприятные такие эмоции воспринимать тем что это у нас латвия ребят здесь у нас не политика мы все кладоискатели и у нас одно сообщество мы должны дружить со всеми я дружу из украины из белоруссии латвии литва эстония есть и германия канада так что ребята нужно ко всем относиться нормально вот среди нас все нормально адекватные кладоискатели многие среди вас говорят и пишут что монеты куплены с алиэкспресс да сейчас очень модно среди кладоискателей блогеров именно этим заниматься подбросом монет но могли представить и даже задуматься данный камрад нашел этот клад два года назад тогда он не занимался блогерством вообще и могли да наверное еще подумать какой дурак будет покупать на алиэкспресс 72 монеты фальшивых пусть они и стоят там по 100 200 рублей но если сделать математические подсчеты 72 монеты вольется крупную сумму и зачем ему это делать если он тогда еще не занимался блогерством блогерством он занялся именно в этом году я ему посоветовал потому что у него очень златные зачетные места для поиска и я вам сегодня покажу и докажу что монеты у нас именно кладовые и именно настоящий я попросил своего друга камрада отснять несколько монет вот именно с этого клада и попросил сделать все замеры то есть весовые на весах затем проверить при помощи штангле циркуля размер монеты вот и чтобы не было недопоняток и приведу свой пример как вы знаете недавно я выкладывал тоже видеоролик как моего дедушку дядю колю обманули именно монетами с алиэкспресс вот я у него взял несколько монет и приведу и сделаю сравнение именно сравнение монет с алиэкспресс и монеты выкопные склады и вы надеюсь свои недоверия или же как бы вам сказать зависть немножко в себе убавите приутушьте вот и измените свое мнение именно к этому видео сюжеты между прочим ребят я не с свои монеты колдовые 72 штуки он продал нумизмату и довольно таки за хорошую приличную сумму к сожалению не получилось связаться именно с покупателем этих монет но сами понимаете вот не получилось связаться и чтобы вам еще наглядно доказать то что монеты не фальшивые именно со слов нумизмата который их прикупил будем смотреть и разбирать сначала я вам покажу монеты с алиэкспресс а потом покажу именно видеосюжет который прислал мне я не с со своими серебряными монетами так что думаю будет полезная информация так что меняйте свое мнение меняйте взгляды у нас никакая не политика у нас совсем другое направление именно хобби кладоискательство так что смотрим будет довольно таки интересно и так ребята ну давайте начнем вот чего приготовил я вот такие вот монеты это монеты стопроцентная с алиэкспресс я их проверял у нашего дяди коли так что сомнений никаких у меня в этом нет давайте я вот что приготовил приготовил специально вот такие две монеты это александра и николая первого потому что монеты которые были найдены камрадами именно александровские и николая первого вот подробно я ничего рассказывать о них не буду потому что среди вас я так понял нумизматов очень мало которые разбираются хочу сказать что каждый царь монеты подбирал постоянно одного размера то есть они все одного размера и это конечно же на руку именно китайцам которые делают однотипные монеты одного размера но когда они начинают делать монеты свои они не могут подобрать размер монеты и сплав если же делать монеты фальшивой из серебра то смысла им нет никакого потому что прибыли никакой и для этого они делают различного рода сплавы в данном случае в основном применяют латунь что такое латунь а латунь это двойной или многокомпонентный сплав на основе меди где основное лигирующие компонентом является цинк или же олова вот в основном еще и втыкают туда никель свинец марганец и железо железо можно сразу определить потому что когда иногда монеты просто-напросто покрываются ржавчиной вот это что касается именно латуни хочу вам сказать вот что еще следующее смотрите если взять монету но это хотя чуть позже давайте монета николая 1 давайте я конечно же открываю свое приложение в телефонном вот и открываю например именно царя николая раздел рубли и что мы видим по каталогу что данная монета 868 пробы и диаметр 35 и 5 давайте проверим китайцы должны в основном делать размер по монете вот смотрите если вы видите на штангель циркуле размер именно 35 и 5 если вам хорошо это видно надеюсь видно вот 35 и 5 но они не могут подобрать именно металл серебро делать очень тяжело накладно вот и они делают сплав латуни серебро немного тяжелее с латуни весе и они добавляют именно всякие железо цинк олова и давайте посмотрим на весы смотрите обнулили мы весы 0 укладываем нашу монету и что мы видим 16 и 9 смотрим по каталогу вес должен быть 20 20 20 73 ну все я вам указываю справа или слева на экране вот следующее что сразу можем сказать что это монета уже фальшивы и так ребят дальше что я хочу вам показать продемонстрировать беру свою монету и обычный надфиль и делаю запил 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 по гурту блин что-то не понял латуни не проглядывается но один сплошной блестящий металл это означает что то что здесь сплав латуни не видно возможно другой какой-то сплав но давайте я еще приготовил обычный магнит вот магнитик и проверю на наличие магнитости опана видите монета примагнитилась это означает что сплав железо а серебро разве может быть магнитным нет вот так вот ребят можно при помощи магнита еще проверить в оригинальности монеты так следующая давайте следующую монету возьмем это александр первый монета другого царя и естественно монета будет другого размера давайте сейчас открою александра первого раздел рубли так и смотрим рубль 37 с половиной должен быть примерно 37 так берем показывает смотрите 38 кто разбирается в штангель циркулях видите что ровно 38 небольшая погрешность но это допустимо и по весу смотрим мы в каталоге должна быть 20 целых 73 сотых грамма включаем свой приборчик и смотрим снова ложим монету аккуратно и что мы видим 19 и 3 а в каталоге у нас 20 73 то есть уже обвес то же самое давайте я не буду пилить ее а просто прислоню к магнитику опа на видите она снова примагнитилась вот такой вот давайте давайте другие монеты проверим на магнитость так да это все монеты магнитится да а у дядь коли я делал запилы у него проглядывалась именно латунь ну а сейчас я вам показываю фрагмента именно с видеосюжет когда я у дяди коли проверяю монеты на наличие фальшивки то есть делаю зачистку гурта и на гурте проявляется у нас латунь и такие монеты тоже бывают с сочетанием латуни вот так что вот так вот можно было просто конечно же я не буду акцент уделять именно там знаете буковкам различным там кантикам и все прочее потому что среди вас очень мало специалистов кто именно будет разглядывать и смотреть про направленность надписи буков как стоят першки соотношение всего 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 среди вас мало специалистов так что я не буду уделять на это внимание вот но факт том что если монета магнитится это уже не серебро это раз во вторых если сделали запил и там появился желтый цвет это у нас латунь этот 2 это монета именно фейковая вот так что ничего я больше ничего вам демонстрировать не буду думаю вы все наглядно поняли просто нужно весы штангель циркуль обычный магнит и надфиль ничего больше вам не нужно чтобы определить насчет монет настоящие эти монеты или же нет если же все это вы сделали и все у вас подходит то тогда уже нужно обращать внимание непосредственно на рельеф монеты на гурт монеты орел и решка в общем это уже совсем другая история в данном случае я вам показал доказал что монеты данные вот выглядят фальшивые с алиэкспресс вот именно так здесь вы видите и патины имеется все 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 не знающий человек может конечно же и ошибаться но к чему я это вам показываю что монеты алиэкспресс выглядит так а настоящие монеты я сейчас вам продемонстрирую которая предоставил нам именно я низ вот так что приятного просмотра и думаю вы свое мнение поменяете так что смотрим добрый день друзьям подписчикам и просто хорошим людям речь сегодня пойдет о серебряных рублях то бишь клад или рассыпушка который я поднял два года назад осенью хочу сказать одно клад настоящий или как я уже говорил рассыпушка монетки тоже настоящие ребят никакой вам там как вы там говорите алиэкспресса или там еще какой-то непонятной подделки до сейчас я вам покручу монетку почему я решил это видео снять потому что есть люди которые на моем канале и на канале александра доброго кстати человека отзывчивого и позитивного написали такой ахинею что я эти монеты в алиэкспрессе заказал ну конечно ребят 72 штуки блин с алиэкспресса заказать это каким надо быть идиотом чтобы заказать столько монет и для чего и при том еще нумизмат у меня их купил ну тогда и нумизма тоже лох дан не понимающий человек я скажу что нумизмат очень хорошо все понимает и видят для них даже вот такая царапина как один нумизмат сказал моему коллеге это говно извиняюсь за выражение тоже не монета для них это не монета ребят что касается того что я тер монеты как я и говорил два года назад я поднял этот клад или рассыпушку тот момент я считал что это рассыпушка так как не знал вообще что мне вообще повезет клад найти но я его даже весь не выкопал ребят мы копали вместе с я не сам потом так как я не с первый день не мог он работал хозяин убрал поле и надо было срочно это выкапывать это мы все не выкопали на следующий день когда мы копались я не сам мы еще успели кое-что выкопать но потом уже трактор уже наступал на пятки и там было все засеяно теперь посмотрим сколько же эта монетка на самом деле идет должна быть 30 итак ребята я поставил на стоп кадр из-за того что я не с немножко ошибся оговорился сказал что 30 с половиной но на самом деле 35 и 5 если у вас есть глаза вы видите что на штангле и циркуле 35 с половиной чтобы не было в комментарии очередное недоразумение если вам видно 30 с половиной так они должны быть эти монеты 30 с половиной вы это видите я надеюсь вы это видите также если вы заметили эту монетка коцнутой лопатой вот в этом вот месте теперь мне скажите насчет металла какой еще металл будет такого же цвета как и серебро покажите мне с алиэкспресса такую монету сделанную из серебра основном сколько смотрел в ю тубе эти монеты фальшивые они делают или из меди или из латуни но из серебра извините меня я что-то еще не слышал чтобы делали монеты может быть где-то у вас делают такие монеты но у нас извинить это никому не выгодно и не надо дальше идем смотрим вес так это я сначала беру а то я сделаю ошибку еще скажете что включил положил монетку сразу вес нажимаем насколько я читал у этой монетки вес должен быть 20 грамм и 7 нажимаю тару чтоб не говорили что блин без старый там уже взвесил все что положил и так далее просто люди уже настолько обнаглели что смотрят всякую чушь без видите я надеюсь вам очень хорошо видно вес и не знаю даже как вам еще эту монетку покрутить насчет патины ребят если хорошо присмотреться видно что на монетке очень легкая легкая патина здесь есть кто на канале из нумизматов он повторит вот это вот возле орла это уже черная патина уже слишком темная ее видно вот даже вот здесь вот если вот приближать то видно что это тоже патина темная на этой монетке тоже патин смотрите как она блестит до алисе я и буду снимать задалека в полевых условиях она же тоже блестит вы патину видите нет вы не увидите теперь смотрите вблизи в поле во первых монеты мокрые когда я копал лил дождь была осень тоже вам видно патин вот тоже видите скол тоже удар наверно лопатой не знаю или плугом видите какую-нибудь желтизну нет ребят тоже серебро я не знаю как вам передать звук но когда по монетке монетку нее дуешь и под ложку она звенит да вот это вот желтая не знаю почему на некоторых монет такая желтизна образуется не могу сказать почему если вы хотите увидеть еще продолжение поднять этого клада этой осенью будем поднимать вместе с янисом будем там шурфить так что подписывайтесь и если наберем тысячу подписчиков то прямом эфире прямом эфире ребят будем шурфить поле будем показывать все что там есть будут монетки не я надеюсь что будут потому что мы просто не успели спасибо за просмотр всем удачи в новом сезоне сигналов под катушку и всем желаю найти вот такое вот серебро всем абсолютно без исключения и хорошим людям и плохим ну как то так надеюсь эта информация вам было полезно спасибо до встречи итак ребят посмотрели мы с вами видео сюжет который вам предоставил надеюсь вы все разобрались все поняли вот если какие-то недопонятки все-таки есть пишите в комментариях но по существу пишите если у вас какие-то сомнения все же киеве есть давайте вместе будем разбираться не так как вы делаете пишите в комментарии всякую ерунду бред несете но никаких аргументов не приводите так что если что-то вы критикуете ставите дизлайк сразу же пишите свою причину чем же вам не понравился видеосюжет или чем я вам не угодил так что пишите вот я думаю свое мнение поменяете вот так что будем дружить все-таки ребят страна у нас большая вот мы все братья и должны как говорится понимать любить и дружить друг с другом на этом и все всем пока и до новых встреч новых видео сюжетах ну 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 ну